Продолжаем программу. Прораб отделался условным сроком за смерть на стройке общежития НГТУ. В свой первый рабочий день пожилая женщина-маляр провалилась в шахту лифта и погибла. На скамье подсудимых Алексей Кубарев оказался после трагического инцидента, случившегося весной этого года. 23 марта, переехавшая в Новосибирск из Магадана, 61-летняя Татьяна Зинякова пришла устраиваться штукатуром-маляром. Прораб показал ей шпаклевочную станцию, работу которой ей предстояло наладить. А после отвлекся на телефонный разговор и ненадолго оставил посетительницу одну в подсобке. Когда он вернулся, женщина пропала. Судом установлено, что 23 марта 2022 года до 19 часов Кубарев, на которого, согласно трудовому договору, приказу и должностной инструкции, возложены обязанности по охране правил труда и безопасности при ведении бедератных работ, не организовал, не обеспечил безопасность Зиняковой на указанном объекте, в том числе и не оборудовал защитных ограждений, специальных знаков, исключающих свободный доступ к опасным участкам на объекте. Погибшую обнаружили на дне недостроенной, заполненной водой лифтовой шахты. Прорабу инкриминировали нарушение правил безопасности при ведении строительных работ с летальным исходом. Свою вину он полностью признал и даже финансово помог родным потерпевшей перевести ее тело в Магадан. У пенсионерки остались двое детей и четверо внуков. Она пришла проконсультировать по оборудованию, которое новое пришло, должно было запускаться. Интересный момент, что она упала на рабочем месте, даже на своем, к которому отношений не имела. Ограждения все присутствовали, поэтому это загадка, но оправдываться я не хочу. Максимальное наказание, которое грозило виновнику трагедии, пять лет колонии. Но судья решила, что его исправление возможно без реального срока. Опытного строителя не стали лишать ни свободы, ни возможности работать. Приговор два года условно. Всю жизнь вообще в стройке было бы обидно, поэтому спасибо суду. Стоит добавить, что возведением общежития НГТУ занимается компания «Агросервис», принадлежащая Сергею Григорьеву. За месяц до трагедии на объекте он сам попал под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. Оперативники ФСБ улечили подрядчиков хищений 21 миллиона рублей на строительстве детского сада и ремонте подъезда в многоквартирном доме на улице Урицкого.